Салам астер макурмиттэ ватан застар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. До митинга, который состоится 21 сентября 14.00 по всему Казахстану остался один день. И вы можете наблюдать, какую масштабную истерию развернула власть. Наш штаб массированно работает, распространяет рекламу в социальных сетях, распространяет информацию о том, что именно 21 сентября состоятся митинги. Мы озвучивали свою тему и сейчас главным препятствием на пути реформ, на пути построения нормального демократического государства является режим Дусултана Назарбаева. Вся его политическая система построена под него, все богатства страны соответственно перетекают в его карманы и тех людей, которые помогают сохранять этот режим. И обычно, когда мы организовываем митинги, накануне выступает представитель генеральной прокуратуры, и они никогда не вспоминают АДВК, не вспоминают меня. Не проводили такие массированные задержания именно на 10 суток, 5 суток, 3 суток, все прочее. Сейчас число задержанных достигло более 50 человек. И никогда все средства массовой информации так массирно не нападали на меня лично, с угрозами. Никогда этот режим не старался рекламировать наше политическое движение, демократические выборы Казахстана. Но здесь, что называется, прорвало. Последние несколько дней информация о митинге 21 сентября массирно распространяет уже сама власть. Да, конечно, в негативном смысле, но тем не менее, теперь информация о проведении митинга стала общедоступной и широко известной. И, уважаемые друзья, наверное, многие из вас уже не могут сказать, что мы не видели объявлений, не знали, что митинг состоится 21 сентября в 14.00. И в этом нам активно помогает власть. Но тот факт, что власть именно истерит, должен, наверное, многих заставить задуматься. А что же такого страшного происходит? Почему генеральная прокуратура делает специальное заявление и говорит, не верьте Мухтару Аблязову. Вы когда-нибудь слышали, чтобы генеральная прокуратура, это же не министерство правды или не голос свыше, который может разделять, где правда и где неправда, который дает оценку тем или иным людям. Вы когда-нибудь слышали, чтобы генеральная прокуратура делала заявление, говорила, верьте Нурсултану Назарбаеву или верьте Такаеву. Ну, если есть кому не верить, то есть кому не нужно верить, наверное, генеральная прокуратура должна пойти дальше, сказать, кому можно верить. В жизни ведь все так устроено, хорошо и плохо. Так вот, уважаемая прокуратура в кавычках, скажите, пожалуйста, что такое хорошо? Кому нужно верить? Верить нужно Нурсултану Назарбаеву и не верить Аблязову? Верить нужно Такаеву и не верить нашему политическому движению «Демократический выбор Казахстана»? «Демократический выбор Казахстана», заявите и скажите, почему. Нынешняя власть 30 лет управляет страной. И поэтому, когда 13 сентября Назарбаев выдвинул на дискуссию со мной своего Соловья, Акына, как я говорил, а сейчас я могу уже четче сказать, что пропагандона режима Иртезбаева, они думали, что он победит, он же Соловей в их понимании. Он так сладко пел на приемах в вечерах Нурсултана Назарбаева, что он уверовал в его слова. И вы видели, как Иртезбаев позорно выглядел на этих дебатах. На этих дебатах он говорил, что оказывается, инициатива проведения этих дебатов принадлежит мне. Ну, буквально через несколько дней он раскрылся и заявил, что на эти дебаты он пошел целенаправленно, что это была его инициатива. Обратите внимание, если Назарбаев в феврале этого года сказал, что никаких досрочных выборов не будет, что уйдет в отставку, и через месяц сам же себя проверк, ушел в отставку, объявил досрочные выборы, как ведет себя его пропагандон. Также сначала он заявляет, что эти дебаты были инициированы, а через 4 дня заявляет, что нет, эти дебаты инициированы им лично. 4 дня его утверждения не продержались. Так вот, прокуратура, скажите, кому верить? Назарбаеву и его соловьям, которые лгут и на следующий день сам же себя опровергают? Кому верить? Или мне, который очень подробно рассказывает о преступлениях режима Нусултана Назарбаева, с цифрами, опровергает все его утверждения о том, что мы якобы скоро вот войдем в тридцатку ведущих стран мира. При этом мы находимся в числе отстающих стран, являясь богатейшей страной мира с гигантскими природными ресурсами. Вот посмотрите, до чего договорился советник Назарбаева. Он вообще говорит, что в мире, оказывается, все эти протесты происходят везде, и они связаны с развитием социальных сетей. Оказывается, это интернет, и развитие социальных сетей привело к тому, что выросли протесты настроения. А что в Казахстане начали последние два года протесты расти, организовываться, это никак не связано с деятельностью демократической выбора Казахстана. И просто совпадение, что два с половиной года назад Мухтар Аблязов вышел из тюрьмы, именно в этот момент, оказывается, шло активное развитие социальных сетей, и вот все, что называется, наложилось. Ну, представьте, такой бред нести, где это можно? Можно, наверное, среди дикарей, племен Амазонки, но неужели он думает, и Назарбаев думает, что эту ложь проглотит наша страна? Да, у нас проблемы с образованием, да, у нас много разных проблем, но, извините, народ не дураки, они прекрасно разобрались. И вопрос не в том, что Ертезбаев какое-то время отсутствовал в стране и устарел. Нет, не в этом дело. А дело в том, что народ перестал верить этому режиму. 30 лет он брал, и кто бы там ни появился вместо Ертезбаева, он бы все равно проиграл эти дебаты. И обратите внимание, сейчас этот режим перешел, что называется, в своей риторике, в своих словах, перешел на язык прямой мафиози. Сейчас я слышу угрозы, что мы его посадим, мы его достанем, и все утверждения, все слова, которые звучат, это как у братков, бандитов. Это, на самом деле, лицо режима. Мафиозное лицо режима, которое управляет нашей страной. Это должны осознать все наши граждане. Именно поэтому мы говорим, что у этого мафиозного режима нет права на существование. Именно поэтому мы 21 сентября объявили дату митинга 14.00. Но еще хотел бы обратить ваше внимание, что эта истерия не случайная. Именно тогда, когда демократический выбор Казахстана поднял тему Китая, именно в этот момент режим, что называется, прорвало. А почему прорвало? Потому что мы показали угрозу закабаления страны именно через китайские инвестиции, государственные китайские инвестиции. Все это время Назарбаев прикрывался мифическими инвестициями то 51 завод, то 52 завода, то 55. Рассказывал о миллиардных инвестициях, при этом на простой вопрос, а кто же собственник этих проектов? Они говорили, что это коммерческая тайна. А почему коммерческая тайна? Почему мы знаем практически о всех крупных инвесторах в нашей стране и собственники открытые? Почему именно, когда инвестиции идут со стороны Китая, все это вдруг стало коммерческой тайной? Ответ простой. Значит, Назарбаев что-то такое скрывает и не хочет, чтобы общество знало об этом. На самом деле все очень просто. Я о своих предыдущих выступлениях говорил, что когда в нашу страну приходят не частные инвестиции, не просто богатых бизнесменов или каких-то компаний, а именно инвестиции государства, получается ситуация такая, что за этими инвестициями стоит угроза. Угроза потери нашей независимости. Сейчас Китай и, собственно, Такаев, Назарбаев разрекламировали, что они собираются построить через территорию Казахстана пояс так называемый. И цена этого пояса 1 триллион долларов. Я хочу вам напомнить, что вообще долг Китая чуть более 5 триллионов долларов. И тут больше, чем на 20% существующего долга планируются инвестиции именно через территорию Казахстана. Недавно прошла информация, что Пакистан отказывается от реализации такого рода сделок и хочет вернуть миллиард долларов досрочно Китаю в кредит, считая их невыгодными. И когда Пакистан обратился в Международный валютный фонд, чтобы Международный валютный фонд рефинансировал такого рода проект, выяснилось, что условия сделки между Пакистаном и Китаем являются секретными. Почему? Когда Казахстан берет займы у Международного валютного фонда, на международных рынках, все эти суммы, они понятны, можно публично увидеть договора и все прочее, но когда касается вопрос Китая, все становится закрытым, непрозрачным. Как в случае с Пакистаном, в частности. И вы не увидите сделок, которые прошли в Казахстане, чтобы они тоже были публичными и открытыми. Почему? Потому что за этим стоит прямая угроза национальной безопасности. Приведя именно государственные инвестиции, Назарбаев и его окружение получают определенную гарантию со стороны Китая, потому что именно они обеспечивают интеграцию нашей страны к Китаю. Именно они обеспечивают безопасность инвестиций, государственных инвестиций Китая. И именно Назарбаев во всех проектах с Китаем находится в доле 50 на 50. И мы, получается, в ловушке. С одной стороны, полуторамиллиардный Китай может оказывать на нас давление политическое, любое на наше государство. Второе. Человек, который рулит нашей страной, который власть в стране, он является их партнером. И он заинтересован, что эти проекты проходили, проходили, потому что он в доле. Более того, они могут быть невыгодными для наших граждан. Как обычно, они невыгодные. Наши граждане на таких предприятиях получают 100-150 тысяч инье. И, причем, во много раз меньше, чем самые китайцы, которых привозят в правительство Китая для работы на этих предприятиях. Мы знаем, что в нефтегазовом секторе средняя зарплата свыше 10 тысяч долларов в месяц. Наши же работники получают 100-150 тысяч инье. И только на отдельных предприятиях до 500 долларов в месяц. И вы понимаете, что они невыгодны для нашей страны. Они выгодны именно Назарбаеву. Они продлевают время жизни этого режима, потому что Китай заинтересован, чтобы у власти находился Назарбаев, его ближайшее окружение, которые все так или иначе связаны какими-то экономическими интересами. Вот посмотрите, вы понимаете, наверное, не случайно, что президентом страны фактически назначен Казамжимар Такаев, который хвастается, что он 7 лет проработал в Китае, свободно якобы говорит на китайском. Председатель комитета национальной безопасности, бывший премьер-министр Карим Масимов, тоже учился в Китае, тоже взаимоотношения выстраивает с Китаем. Дарья Ганазарбаева заявляет, что вся наша страна должна учить китайский язык. Вы все понимаете, что вектор развития нашей страны стремительно двигается в сторону Китая. Более того, в рамках этого визита Такаев пообещал, что в Казахстане, в том числе, будет резервная валюта юань, китайская валюта, что юань будет активно работать на территории Казахстана. То есть вы понимаете, своими руками эта политическая верхушка сдает нашу страну в сторону Китая. То есть добровольно. И конечно же, эти протесты, которые прошли в нашей стране, они являются реакцией на все действия Китая. Не только Китая, но в первую очередь нашей политической верхушки. Я вижу, как на телевидении контролируемой власти сейчас Назарбаев пытается удар отвести от себя и выставляет в негативном свете именно китайцев. Я еще раз хочу сказать, мы не синопобы, мы не те люди, чтобы испытывали неприязнь к тем или иным людям по национальному признаку. Вопрос не в этом. Нам нужно понимать в реальности, что происходит. А реальность такова, что инвестиции именно государственной Китая заводит Нурсултан Назарбаев. Именно он и его окружение, как такая, продает страну. Поэтому, уважаемые друзья, ваш гнев должен быть направлен не против Китая, не против китайцев, а именно против нашей политической верхушки, которые продают нашу страну, продают, чтобы продлить свой период нахождения во власти, заработать миллиарды долларов, хотя у них и так уже десятки, сотни миллиардов в их карманах, но они ненасытные. И теперь стоит вопрос о независимости нашей страны. Еще раз, и в этом вина не китайцев, не Китая, в этом вина Нур-Султана Назарбаева. Поэтому мы говорим, что врагом нашего народа, врагом нашей страны является Нур-Султан Назарбаев. Поэтому наш первый лозунг, наше первое требование, чтобы в отставку ушел Нур-Султан Назарбаев, и мы говорим шал-душпан, шал-безнук-душпанамес, мы говорим, что он наш враг, и мы говорим нет китайской экспансии. Именно поэтому эта власть запаниковала, потому что ведущая оппозиционная политическая сила разгадала замысел на Султана Назарбаева. Мы сейчас организовываем людей, организовываем на митинг, и тема этого митинга в том числе является нет китайской экспансии. Свободу политическим заключенным. Мы поддерживаем движение многодетных матерей. Сейчас многодетные матери уже двигаются по определенному алгоритму, начиная с февраля месяца этого года, они постоянно выходят на отчаянные протесты, и видно, что их количество увеличивается, растет. Это говорит о том, что власть каждый раз обещает решить их проблемы, не решает, и протест только ширится и нарастает. И обратите внимание, что протест матерей происходит накануне митингов, объявленных ДВК. Но это не помогает, да, власти их не репрессируют сильно, какие-то жесткие меры воздействия не применяют, но проблемы-то не решаются. Поэтому, уважаемые матери, я призываю вас присоединиться к нашим митингам 21 сентября по всей стране. Время и место обозначено. Сейчас власти пытаются запугать, проводят различные так называемые антитеррористические учения, вот в Алматы 19 сентября что-то они провели, какие-то учения с Россией на границе с Казахстаном проводят и так далее. Но все вы должны понимать, это просто акт запугивания, но не более того. Наши люди уже ничего не боятся. Мы получаем массу видео, когда граждане открыто в автобусах, на улицах, агитируют, агитируют и говорят надо выходить на митинг 21 сентября. И они правы. Потому что изменения возможны только тогда, когда мы объединившись выйдем на протесты добьемся, чтобы на этих протестах были десятки тысяч. Ко мне идут обращения, говорят, что вот зачем выводить людей, если нас мало, если нам не удается сломить этот режим. Я могу сказать следующее. Мир изобрел единственный способ борьбы и единственный способ, который всегда приводит к успеху. Это массовые протесты. Массовые мирные протесты. И поэтому очень важно, чтобы число протестующих от митинга к митингу становилось все больше и больше. И когда нас будет десятки тысяч, этот режим будет сметен. Поэтому, уважаемые друзья, не ждите ничего, не прилетит никакой Бэтмен, не ждите, что наступит час икс, и тогда вы выйдете. Час икс не наступит мгновенно. Он наступит изо дня в день, когда мы будем выходить на одни митинги, другие, число нас будет нарастать, власть будет слабеть, на нашу сторону будет переходить шаг за шагом полиция, и еще на нашу сторону будут переходить разные люди, включая тех, которые находятся в нынешней системе, встроены в эту политическую систему, которые тоже недовольны действующей властью. Они тоже хотят построить сильное государство, сильные независимые, они тоже думают о будущем нашей страны, я в этом уверен. И наступит момент, когда переход этих людей произойдет, и мы должны приблизить этот момент, для этого нам нужно расширять количество людей, выходящих на эти протесты. Уважаемые друзья, вы еще раз я хочу акцентировать ваше внимание, должны понимать, власть сейчас паники, и у них истерика, они сейчас поливают ДВК, запугивают, говорят, что завтра они Мухтара Блязова до Нового года, вот, скорее всего привезут, и все прочее, вы им не верьте, я уже много раз говорил, что есть решение высшего суда Франции, и экстрадиция меня невозможна. Я единственное хочу вам сказать, что некоторые задают вопрос, а почему же этот режим ваш не устранил? Да, это возможно, но сейчас масштаб моей деятельности таков, что любые такие действия власти приведут к очень быстрому аресту их имущества за пределами Казахстана, будут безусловно санкции против режима, это приведет к серьезному экономическому падению, соответственно, миллионы людей, потеряв рабочие места, выйдет на улицу, этот режим все равно будет сметен, но с ужасающими последствиями для них, когда им не будет места в мире, не будет места в Казахстане, и у них не будет места нигде. поэтому сейчас этот режим будет привлекать использовать другие механизмы, оказывать судебные давления, фабриковать уголовные дела, обращаться в судебные органы разных стран, пытаясь таким образом меня преследовать и усиливать. Я таких действий не боюсь, я уже более 10 лет в таком состоянии нахожусь, поэтому, уважаемые друзья, не беспокойтесь, наша сейчас главная задача добиться смены этого политического режима. И вот эта истерика, мощнейшая истерика власти говорит о том, что мы на правильном пути. Именно китайская тема является очень болезненной для Нурсултана Назарбаева. Наш народ очень четко и правильно ощущает, что Китай угроза, но не сама по себе, она угроза через Назарбаева, который затаскивает их страну, непрозрачным образом зарабатывает миллиарды на нищете наших граждан. И поэтому, именно поэтому они сейчас бежат, кричат, угрожают, машут кулаками мой адрес, в адрес политической организации демократической выборы Казахстана. Они преследуют Жанну Бота в Украине, преследуют наших активистов, но мы все это переживем. Вы все должны понимать, что наше движение правильное. Именно Китай является болезненной точкой Нурсултана Назарбаева. А еще с учетом того, что сейчас идет торговая война между Соединенным Штатом Америки и Китаем, также против экспансии именно такое нечестное со стороны Китая будут бороться безусловно европейские страны, они тоже сейчас обеспокоены. Вообще это серьезная мировая угроза, чтобы вы понимали. И в этом смысле сотрудничество Назарбаева такое коррупционное является по сути дела для него очень плохим фактором, потому что это будет встречено плохо и в Соединенных Штатах Америки, хотя он туда летает, ползает, рассказывает о своем хорошем отношении к Америке, есть американские инвесторы на тенгиз шевройле, это ему не поможет, потому что китайские инвестиции, так называемые проекты, в которых он интегрирован, представляют для собой серьезную угрозу в Казахстане и не только. именно поэтому это истерика. Поэтому уважаемые друзья, мы должны бить в эту точку, мы должны объединять всех тех, кто понимает, какие угрозы несут эти так называемые инвестиции со стороны Китая в Казахстан и мы должны бороться, бороться и сменить этот режим. Я призываю вас 21 сентября в 14.00 поддержать нашу инициативу и выйти на акции протеста. Нет китайской экспансии, шал душ пан, свободу политическим заключенным и вы можете все свои требования, все ваши счета к этой власти предъявить на этих митингах. Алга Казахстан. Продолжение следует...